Всем привет, друзья! С вами Вула, и сегодня мы начнем проходить такую игру под названием Foundry. Это игра из жанра автоматика, то бишь это такие же игры как Satisfactory, Factory, Dyson Sphere Program, Main Dust 3 и так далее и тому подобное. Игры, в которых нужно создавать свой собственный завод по производству чего-либо. И эта игра вышла, ну, вроде как не так давно. Она, вроде как, почти год была в бетке. Тут недавно, 2 мая, вроде она релизнулась. Ну, и теперь настало мое время поиграть в нее. Что ж, давайте начнем нашу новую игру. О, начинается. Похожая система, кстати, была в этом Satisfactory. Мы тоже приземлялись на капсуле изначально, хотя, в принципе, наверное, и в Факторию тоже приземляли. Приветствую, оператор. Я Карл. Искусственный интеллект для управления. Производством. Русский язык, да ничего себе! Эта луна, богатая ресурсами, выбрана в качестве производственного центра для проекта Foundry. Строительство уже началось, и команды вроде нас получили здесь первые задания. Нам нужно наладить добычу и выплавку необходимых металлов, чтобы их поставки были стабильными. Я помогу вам запустить эту фабрику. Давайте начнем со снов. Откройте карту и посмотрите, что находится вокруг. Я дал этому прекрасному Карлу договорить, потому что я уже забыл, что такое русский язык в играх в 2024 году. Делать игру с русским языком. Ну, понятное дело, скорее всего, он тут озвучен целиком и полностью нейросетями. Но, как качественно-то озвучено, все равно, все-таки нейросети, ну, по крайней мере, вот такие вот роботизированные голоса, они хорошо сейчас озвучивают. Что ж, ладно, давайте сделаем как раз-таки наш этот, посмотреть карту. Прекрасно! Поблизости есть рудные карманы. Возьмите в хранилище сканер руды и найдите рудные карманы с его помощью. Угу. У нас, где находится инвентарь? На С. Сканер руды, добывающий бур. Ага. Интерфейс, в принципе, плюс-минус, похожий на все другие игры. В жанре автоматик. Ну, по крайней мере, на Satisfactory похоже. Хотя, вот, выполнена она, как-то, я смотрю, кубические в стиле Майнкрафта. Но, как-то более сглаженно. Не как Майнкрафт. Ну, ладно. О! У нас есть парочка рудных карманов. Кстати, совсем недалеко. Причем, в начале загрузки я там вот не показал. Там буквально мимолетом вроде было видно, что мир еще загружается рандомно, как я понял. То есть, карта генерируется совершенно случайно. То есть, это не как. Просто вроде, насколько я помню, в Satisfactory там карта всегда одна и та же. А вот тут, как я понял, мир генерируется рандомно. И, значит, мы получаем каждый раз, ну, не потому что новый геймплей, но хотя бы на разные местности. Ну, что ж, попробуем подобывать. Крайне простенькие тут все происходят. В принципе, ничего удивительного, как и, в принципе, в большом количестве подобных игр. Короче, давайте я подбываю всю руду, а у вас время промотается. О, нам дали новое задание. То есть, я тут, ну, я дальше продолжу собирать, а потом мы вернемся к вам, когда я дособираю всю эту руду. Потому что проще, наверное, сначала все выработать. Хотя, в целом, тут осталось совсем немного. И, кстати, да, сделал немножко игру, наверное, потише. Потому что как-то у меня очень сильно громко гудит она. И я надеюсь, что у вас она будет все-таки нормально. В общем, тут осталось буквально пару залежей. На той же жиле я все добыл. Вот этих вот непонятных руд. Тут она называется ксеноферитовая. Ну, это типа, я так понимаю, ферит. Это же она за железо, по идее. Техниевый. Техниевый руда. Ну, это, наверное, типа технеции, скорее всего. То есть, насколько я помню, в Факторио вроде технеции был. Ну, ладно, не суть. Итак, я выкопал все эти руды. Потому что я помню еще со всех подобных игр. Будь то Факторио, Стисфектори, Дайсен Сверхпругом и так далее. Надо сначала набрать как можно больше руды. Потому что понадобятся первоначальные постройки делать как раз-таки вручную. Ну, и здесь, скорее всего, то же самое. Все понадобится делать вручную. Так. Нам сказали выплавить из этой руды, из той и из той, по 10... 10 чего-то. А, получить прутков. Во, 10 прутков. 10 прутков. Вот у нас есть плавильная печь. Играете, все на русском. Как удобненько. Так, это Ф. А, просто на клавишу мыши надо нажать. Хлоп. Погнал она работать. Так. Это у нас выплавляется... А. А, хитро какая. Так, это на Ф у нас... Это на Ф снос у нас работает. Тут видите, как-то сразу две печки у нас в нашей этой ерунде. Но я надеюсь, это не все металлы. Тут же еще, наверное, что-то будет. Потому что я помню, когда, ну, играл там и в Satisfactory и так далее. Все остальные эти подобные игры. Руд там много. Я же надеюсь, еще печки какие-то будут. Итак. Подождем, пока все выплавится. И я к вам вернусь. Итак. Мы получили основные материалы. Теперь давайте изготовим строительные блоки, которые станут фундаментом для других зданий. Для этого откройте меню изготовления и щелкните по нужным предметам. Затем разместите их в виде платформы рядом с рудным карманом. Оранжевой руды будет нужно много. Так что давайте начнем с нее. О, даже подсказочку дали, что оранжевой понадобится много. Оранжевая, да, это у нас ксеноферит. По-моему, он здесь вроде был. Да, ксеноферит у нас здесь находится. Вот она подсвечивается. Интересно, а это она вырабатывается? Это значит, что у нее залеж не бесконечная или что? Так, ладно. Открытие меню изготовления. Меню изготовления. Честь что? А, это цели у нас. Планшеты и быстрые действия. Подробнее о планшете. Ответим информационный справочник. О, топливо уже. Так, нет, давайте об топливе не будем. Тут, видимо, у нас кто-то переключает. С. Во, С. Меню изготовления на С у нас открывается. А, ну он вместе с инвентарем открывается. А, нет, подождите, инвентарь на Б отдельно, а этот уже на С открывается. Итак, нам нужно изготовить 30 строительных блоков. Разместить 30 строительных блоков. Строительный блок, пожалуйста. Раз. Это я типа только один сделал. А, нет. 20. Вот у нас выполнено 20 строительных блоков есть. Размеры 1 на 1 на 1. Ксеноферитовый... А, пластины закончились. Точно. Я-то ж пока только часть обработал. Так, давайте еще повставляем. Оно, видимо, тут загрузка только на 200 максимум вставляет. Даже несмотря на то, что я как бы пособирал побольше. Но оно все все равно не вставляет. То есть надо потихоньку подходить и дополнять будет. Итак, хорошо. Значит, мы докинули сюда и еще делаем... Давайте вот мы 30-ку сделали. Кстати, достаточно быстро делается. Удобненько. Потому что во многих играх такого плана приходилось очень-очень-очень-очень долго крутить это все. Ладно. Разместить 30 строительных блоков в качестве фундамента рядом с залежами руды. Ну что же, давайте разместим 30 строительных блоков. Этот предмет нельзя установить. Этот предмет нельзя установить. Куда мне его установить? А, стоп! Точно, блин. Что я не то передвигаю? Это же пластины. А вот наши блоки. Итак. Ну, как в Майнкрафте, в принципе, все ставится. 30 блоков. 30 блоков. Это у нас 5 на 6. 30-30-30-30-30-30. А, смотрите. Вот так нельзя делать. Так. Ну-ка, давайте вот здесь поставим. И тут нельзя. Ладно, давайте с этой стороны поставим. Делаем туточки. Так. Это у нас 5. Нет, давайте 6 на 4. 5. Готово. Для автоматизации добычи нам нужен добывающий дрон. Изготовьте его и поместите на фундамент рядом с рудным карманом. Ого. То есть у нас все готовится на фундаменте. Надо ставить. Если я помню в этом... В Satisfactory можно было ставить прямо на землю. Ну, конечно, на фундамент потом гораздо приятнее все это ставить. Но там, конечно, приходилось создавать целые огромные заводики по производству бетона. Чтобы это все потом расставлять. Так. Нам нужно изготовить добывающий дрон. Добывающий дрон. Чертеж 1. Вот у нас он есть. Давайте. Как раз одного сделаем. У нас как раз ресурсов хватает. Вон слева у нас показывается, как это все выполняется. А, он еще автоматически изготавливается. А, удобненько, кстати. То есть мне не надо подготавливать сначала какие-то ресурсы. Если у меня достаточно ресурсов для того, чтобы... Ну, удобно, удобно. То есть я сразу, если я могу произвести, он сразу автоматически производит какие-то компоненты, которых мне не хватает. А потом он добавляет это уже... Ну, добивает именно самим дроном. Ну, я так понимаю, давайте сразу еще один на всякий случай поставим. Потому что нам в любом случае понадобится еще, наверное, на вот эту руду. Поэтому давайте ее поставим сюда, этого прекрасного дрона. Давайте во второй слот закинем их, чтобы они тут были, типа. Потому что я думаю, вряд ли мы будем так часто ими пользоваться. Поворот R. Панель. Панель. Что значит панель? На панели я не хочу. На панели должны быть другие, мадамы. Так, блок промышленной ерунды в области. И она как-то заполняет какую-то часть. Ну что ж, ладно. Ставим тогда сюда. Для работы добывающих дронов и большинства других сооружений нужна энергия. Давайте построим генератор на биомассе и разместим его на том же фундаменте, что и добывающий дрон. Построив генератор, вам нужно будет получить биомассу. Для этого соберите деревья и другие растения с помощью добывающего бура. Загрузите биомассу в генератор, и он будет питать все здания на своем фундаменте. Ну, в принципе, как в Satisfactory. Прямо один в один. То есть приходится собирать сначала то, потом все, потом пятый, потом десятый. Итак, сжигатель биомассы. Поставим один. Кстати, а сколько у него производства? Есть какое-то... Максимальная выработка энергии. 600 киловатт. Требуется топливо. КПД 70%. Требуется фундамент. Низковольтная сеть. Ну, что ж. Я думаю, пока что нам... Так, давайте сюда. А, он маленький, кстати, небольшой совсем. Ну, давайте сюда куда-нибудь в угол его засунем. Это все-таки что-то типа электростанции, так что, скорее всего, он нам не понадобится, ну, подсоединять. А, кстати, а тут есть столбы электричественные? Или тут питание питается чисто по этим, по модулям? Так, ладно. Нам нужно... Нам нужно сначала добыть, как они сказали, из дерева биомассу. Интересно, а вот здесь 12 из маленького кустика добылось, а тут... О, тут еще семечко какое-то добавилось. Шесть. Ой, тут даже копать землю можно. Это уже, да, это уже не похоже на... Может, тут можно сделать, будет подземные какие-нибудь интересные эти. Что-то здесь реально земля копается? Блин, реально почву можно копать. Смотрите, как в Майнкрафте, можно реально копать почву. И, может быть, можно будет сделать какую-нибудь прикольную подземную станцию. Так, а я могу же почву поставить обратно? То, спокойно я могу... Блин, реально Майнкрафт. Это какая-то реально смесь Майнкрафта, Satisfactory. И пока что очень сильный интерфейс вот именно вот этот вот напоминает минималистичный... Ой, господи, забыл. Факторио, вот. Прям смесь, смесь, смесь. Ну что ж, давайте еще добудем немножко дерева, потому что... Ну, точнее, не дерево, а биомассы. Она же нам явно все равно понадобится. Я так понимаю, чем больше дерева... О, 38. Вот с большого дерева добавилось вообще. Кстати, нормально, вроде не лагает. Хотя еще удивительно, с такой бы графикой еще бы тут лагало. Может быть, это действительно будет серьезный плюс этой игры, в отличие от Satisfactory. Потому что на Satisfactory, на больших заводах, приходилось, ну, прям очень сильно понижать графику в ноль. Чтобы все это нормально работало. А здесь может быть и с такой... А, кстати, я даже не посмотрел, какая тут графика у меня стоит. Графика. Так, высокая. А, ну это все высокая. Качество облаков влияет на производительность. Ну, как-то на облака не обращаю внимания, поэтому не будем. Высокая, 275 метров. Дистанция отрисовки растений. Тоже, в принципе, я не думаю. Так, в целом, значит, наверное, плюс-минус все на максимум. Вот, естественно, может быть, поле зрения камеры немножко увеличится. А то как-то... Слишком узкий обзор глазу. Так, ну что ж. Кстати, а как убрать... А, плавые клавиши мыши можно убирать отсюда. Так, биомасса. Биомассы мы много насобирали. Так, это как раз то, что нам надо. Биомасса. Остановить. Запустить данные электросети. Первая ночь. Узнать о фонарике. F1. Фонарик. Клавиша L. О. То есть тут, наверное, дня и ночи. Ну, фонарику, надеюсь, батарейки не нужны никакие. Поэтому погнали. Данные электросети. Неплохо, кстати. То есть она будет показывать нам, что чего работает. Я так понимаю, чем больше будет здесь всяких потребителей, тем будет больше данных. Отлично. Так, управление хранилищем. Этот предмет нельзя... А, вот сюда. Взгляните на свою первую автоматическую добычу руды. Разве это не прекрасно? Да, прекрасно. Ладно, нас ждут другие дела. Давайте построим плавильную печь. Смотрите, какие малыши работают. То есть их четыре штуки, да? Дрон один, два, три, четыре. И они... Четыре табла добывают нам руду. Интересно. А сколько они добывают? А, кстати, есть... Попывающий дрон, пятьдесят киловатт. Ну, по идее, нам должно походить. Я думаю, нас как-то предупредит о том, что... Текущая результативность 100 киловатт. То есть одна вот эта херня подребаляет 100 киловатт. Ёлки-палки. Да сколько нам таких горелок-то понадобится? Чтобы это всё обслужить. Ну, ладно. Изготовить плавильную печь. Погнали. Изготавливаем плавильную печь. Хорошо, что я сразу пособирал какое-то количество ресурсов. Кстати, давайте ещё наберём. У нас же тут на обработке было. Добавим, добавим, заберём, заберём. Это всё нам надо. Поставить плавильную печь на фундамент. Давайте рядом поставим плавильную печь. Это сортировочка. Плавильная печь. Они у нас будут... Да, господи, блин. F, V. Во. Три. Плавильная печь. Панель. Что за панель, не знаю, но... Мы будем надеяться, что я правильно поставил. Эта плавильная печь эффективнее, чем та, что встроена в вашу капсулу. Поэтому рекомендую использовать её. К тому же, мы можем автоматизировать плавильные печи и упростить себе работу. Плавильные. Для этого вам нужно соединить добывающий дрон с плавильной печью с помощью погрузчиков и конвейеров. А тут плавильные, скорее. Ну вот его там видно. Для начала давайте соберём нужные машины. Пай ты сказать, Карло! Пару погрузчиков, один для плавильной печи и один для добывающего дрона, а также несколько конвейеров, чтобы их соединить. Пока вы над этим работаете, я доложу в командный центр о наших успехах. У нас тут командный центр есть. Где он? Попытно. Мне не удалось связаться с командным центром. Так я сухую, они... Продолжу попытки. Какая техническая аномалия? Тут корабль расхерачила аномалия, говорит он. Хоть я знаю, кстати, да, действительно быстро они как-то собирают. Так, давайте посмотрим. Изготовить два погрузчика и 20 конвейеров. Так, лаконный конвейер, конвейер. Ну и вот, как интересно. Так, два погрузчика. Раз. Два. Два погрузчика и сколько он сказал, 20 конвейеров? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ждем. Вам недолго, а я подожду. Ну, не знаю, что там с командным центром. Я говорю, судя по внешнему виду, командному центру крайне херово. Ну, а мы как раз-таки закончили собирать наши вот эти вот прекрасные вещи. И давайте все-таки такие штуки, как конвейер и вот эти вот прекрасные погрузчики поставим в первый слот. Потому что, первый слот панелей, потому что они нам явно понадобятся очень часто, для того, чтобы создавать все эти штуки. Ну, а тем временем. Так, подробности о автоматизации Foundry. Справочник. Ну, давайте посмотрим. Конвейеры и погрузчики, чтобы перемещать предметы по фабрике. Смотрите, пример настройки ниже. То есть, у нас есть машина в погрузчик на конвейер, опять с погрузчика в машину. То есть, а-ля, как в Satisfactory. Если... О, нет, вру, не в Satisfactory. А в этом, как это его называют... Ой, да елки-палки, я забываюсь о... Факторио, вот. Там у нас все строилось на погрузчиках. То есть, загрузка-выгрузка, загрузка-выгрузка. А в Satisfactory как раз-таки можно было напрямую выгружать вещи из какого-то завода прям на ленту. Прям лента выезжала оттуда. Здесь же все работает через погрузчики. То есть, мы ставим... Погрузчик. Погрузчик. Причем, он сам понимает, какому надо, типа, загружать почему-то, а какому выгружать. То есть, вот здесь показана стрелка, что, типа, на выгрузку. Здесь показана стрелка на вгрузку. А каким хером он понял это? Мне вот интересно. Почему он понял? А что, из этого нельзя выгружать никак? Ну-ка, сейчас проверим кое-что. Не, идея есть. То есть, может быть... Так, по воротам не поворачивается. Ну-ка, типа, в эту ерунду только вгружать можно. Ну что ж, ладно. Давайте тогда сделаем 4 конвейера. Раз, два, три, четыре. Хлоп. И он... А-а-а! Нет, хитро. То есть, надо направо повернуть его. Этот конвейер нужно повернуть направо. Вот так. А тогда они не работают. Тогда он не дает его загружать. Ха-а-а! Понял. А как поворотные делать? Так, а как поворачивать? Неужели тут никак нельзя сделать поворотный? То есть, я вижу конвейер. Просто конвейер. Просто конвейер. Как же это, интересно, работает. Не, ну, по идее, должно же как-то... Вот так. А, вот. То есть, она не может, видимо, когда уже в самом блоке... То есть, это именно загружечная часть является. И из нее уже надо как-то выходить без поворота. Все, я понял. То есть, и здесь тогда, получается, можно сделать... Давайте сделаем все-таки красиво. Сделаем... Сделаем вот таким вот образом. Да, и она, получается, закрывает другие стенки. И она понимает, что, типа, ага, ты хочешь выгрозить это все туда? Блин, тут опять что-то не то. Не то! Во, вот так вот, поворот. То есть, если я хочу сразу идти на поворот, мне надо сразу поворачивать его. Так, ну что? Вроде работает, да? Это у нас... Это у нас забирает. Это у нас... Это у нас все загружается он сам автоматически. Все, что у нас есть сюда, он... Это он добывает. Это хранилище машины заполнено. Теперь вопрос. Как отсюда выгрузить С говно в какой-нибудь... Открыть справочник обучающего задания? F2. Отлично. Мы подключили машины и автоматизировали утомительный процесс доставки грузов вручную. О, какая... Автоматизация – настоящее чудо, не так ли? Давайте расширим производство и построим новые плавильные печи. Благодаря погрузчикам, один забитый рудой конвейер может дать работу нескольким плавильным печам. В информационном справочнике есть диаграмма, если она вам понадобится. Погрузчик добавляет в машину ровно столько предметов, сколько она требует для работы. Вот почему один длинный конвейер способен обеспечить сырьем несколько машин сразу. Ну тут хорошо, на самом деле, такие вот... Это интересно сделано, что оно озвучено. Да, пусть это робот озвучивает, но, несмотря на то, что это озвучивает нейросеть, это очень классно, потому что в том же самом Satisfactory или в каких-нибудь других играх ничего не понятно, и тебе приходится самому во всем разбираться. А многие люди недооценивают такого рода игры, потому что им просто лень. То есть они такие смотрят, блин, ну тут сложно, тут какие-то заводы, какие-то конвейеры, что-то нужно делать, что-то нужно там разбираться в этом. А так вот, на самом деле, когда тебе что-то извне еще немножко подсказывает, это все равно прикольно. Ну, ничего. Но вот единственное, я вот что думаю, что, скорее всего, я, наверное, сделал немножко неправильно выгрузку отсюда. В общем, ладно, мы разберемся потом со всем этим, как и что тут куда нужно загружать. Для начала сейчас нам надо сделать, как я понял, еще немножко управления хранилищем. Давайте сделаем еще немножко панелей. Точнее, не панелей, а сделаем строительных блоков. Раз, два, три. Еще тридцатку сделаем, чтобы мы могли поставить печь у нас уже, точнее, не печь, а у нас есть одна эта. Еще поставим три печи. А, стоп, это не три печи, это биомассы. Ай, ладно, хрен с ней, пригодятся. Вот, еще надо три печи, печки, а это уже ящики. Ну, ящики мы потом с ящиками разберемся. Значит, нам еще нужно на каждую печку по погрузчику. То есть, давайте еще делаем три погрузчика. Не, не три, надо больше на каждую печку, если тут по два. А, нет, это у нас идет одна лента. Ладно, сделаем пять, а там потом разберемся. И конвейеров еще накидаем. Блин, единственное, конвейеров придется, наверное, побольше делать. А конвейеры у нас делаются из ксеноферитовой пластины. Они у нас пока зарабатываются, ну, не быстро достаточно. Что ж, ок, кстати, фонарик можно уже выключить. Теперь давайте расширим немножко вот эту базу. Поэтому то, что я 30 построил, на самом деле мало, надо больше. Так, еще вот так вот сделаем. Потому что тут у нас будет еще одна печка. И теперь надо поставить побольше. Да, и для этого нам нужно еще. Для этого нам нужны еще строительные блоки. Раз, два. Ну, пускай три тоже будет. Пускай здесь сделаем. Единственное... А, ну да, хорошо, что я сделал. Блин, вот единственное, загружать одновременно несколько этих будет, конечно, не очень приятно. Так, раз, два, три. Это у нас... Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Сейчас там доделаются конвейеры. И потом мы поставим еще. Надо придумать, как лучше их расположить, чтобы занимать как можно меньше. Чтобы у нас как можно меньше количество времени и ресурсы находились в пути. Так, давайте вот так вот сделаем для начала. И тут вот тоже парочку. Вот так вот. Теперь ставим опять добытчик на самый край. Ну, не, не, на самый край. Вот так вот ставим добытчик. Вот сюда мы ставим панельку с заработком... Точнее, не с заработком, а электро-херню. Загрузим у нее ресурсы. Кстати, давайте посмотрим, как много она потратила за все время, что у нас было. Кстати, потратила. Значит, надо зарабатывать. Ну, наверняка тут будут какие-то потом еще дополнительные ресурсы. Так. Теперь нужно поставить две печки. Но таким образом нужно поставить, чтобы они как-то получали из одного конвейера ресурсы. Хочется надеяться, что... Неужели нельзя как-то... Не, с одного конвейера... Он же сказал, типа, с одного конвейера можно получать ресурсы. Значит, скорее всего, можно выполнить это таким образом, чтобы у нас... Вот, загрузочные ячейки, бла-бла-бла. Кнопка переключения... А, там кнопка переключения вход-выход есть. Вот чем фишка еще. Тоже работают. Цель сопряжения работает. Прежде всего, нельзя замечать на криволинейных секциях конвейера. Рисположить погрузчик на верхнем участке криволинейной секции. Соответствующий конвейер станет прямым. Так. Значит, давайте попробуем вытянуть отсюда... Ресурсы. Вытягиваем. Хлоп. Это... А, стоп. Это кнопочка как раз таки вот. Кнопочка вытягивает. Кстати, да. Вот хорошо, что почитал. Если бы не почитал, не понял. Что оказывается, можно вот эти кнопочки переключать. И теперь вот мне кажется, что... Если мы поставим вот сюда вот так вот две печки. Одну. И вторую. Они должны теперь, ну, как-то начать функционировать. Вот так. И вот так. Я очень надеюсь, что... Она должна работать вот таким вот образом. Да. Она загружает. Все. Отлично. Значит, я правильно подумал. А вот там я сделал как раз таки неправильно. Вот там мы сейчас как раз и переделаем под ту же самую. Ну, вам сделаю паузу, а сам переделаю. Давайте построим исследовательский сервер. Давайте. Но для начала давайте мы заберем ресурсы, которые у нас тут успели пособираться. Потому что пока что крафчу, как я понимаю, я вещи только вот в этих вещах. У нас теперь два заводика. Кстати, да. Что-то вот у нас как-то выглядит. Почему-то... Вот, забрать. Вот надо вот сделать выгрузку еще какую-то. То есть надо с какой-то стороны еще будет придумывать, чтобы в одной стороне они загружались. Вот эти вот прекрасные ребята. Я буду надеяться, что оно на самом деле успевает. Блин, вот понять бы... Кстати, электроданных вроде хватает. А, ну здесь она каждая своя запитана точно. То есть нормально. Пока что хватает данных. Вот бы еще понимать... Тут есть данные электросети, но тут непонятно... А, вот, 20 в минуту делает. То есть она производит 20 в минуту. Я заметил, написано 20 в минуту. А эта штука производит 64. То есть в идеале, ну, она может спокойно 3 печки... 3 печки, блин. 3 печки обслуживать. То есть вот такая вот вещь. Это хорошо. Что мы с этим разобрались. Количество производительности нам очень важно. Кстати, достаточно быстро тратится... Когда уже на 2 печки начали работать. Я вот буквально отбежал и уже похреначило все. Забираем ресурсики и изготовим исследовательский сервер. Поместите на фундамент. Но, опять же, нам нужен фундамент. Поэтому строим чуть-чуть побольше количество фундамента. То есть строительные блоки. А, стоп, это не то. Вот сюда строительные блоки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, то есть это у нас десятка. Так, и теперь нам нужен какой-то... Как он сказал, наука. О! Исследовательский сервер. Техниевые прутки. А, ну-ка, как раз те, которые я потратил. Блин, конечно, называются техниевые прутки. Но мне почему-то все хочется называть технецы именно. А не технивые. Так, ну и да, пока приходится бегать, надо подумать, как... Ну, наверняка тут есть... Судя по всему, тут есть в производстве... Я видел... Так, это научный пакет. Я вот здесь видел чертеж ящика. Так что, скорее всего, в него как раз-таки и все будет загружаться. То есть это надо будет отсюда выгружать и в ящики складывать. Как-то на отдельную ленту все выводить. Ну, да, все-таки, наверное, я неудобно немножко поставил. Надо было бы, чтобы это на самом деле было не с этой стороны. Ладно, ну вот, наука приходит, так сказать, понимание всех процессов приходит со временем. Поэтому... Ой. Я вообще-то не хотел забирать. Я случайно... Блин, я случайно... Я случайно забрал у них этот. Ладно, уничтожим предмет. Все равно, вроде бы, как оно... Я не заметил какого-то ограничения пока что у ресурсов. И можно, наверное, обломки все вот эти выкинуть, все руды. Потому что они нам, наверняка, уже пока не понадобятся. На данный момент нам будет все производить наши прекрасные... Плавильные печки. Итак. Исследовательский центр. Вроде бы, у нас доступен уже. Один можно поставить. Сделаем ему отдельную платформу. Здесь в сторону. Потому что я не хочу ставить... Сколько ему надо, кстати, я вот не посмотрел. Я думаю, столько хватит. Я не посмотрел, сколько у этой платформы... Габарита. 3-4 на 3. Кстати... Прилично. Я... Прям угадал, можно сказать. Исследовательский сервер. Достаточно... Почему 3-4 на 3, если он 3 на 3 на 3? А почему пишет, что он... А! 4 вверх! 3 на 3, но 4 в высоту. Все, ясно. Так, давайте повернем панель в ту сторону, чтобы мы могли ее отсюда брать. Вам нужно создавать научные пакеты. Ух ты, блин! А смотрите, они фигачат его. Чтобы изучить чертеж аварийного маяка. То есть, он не вечный. А я думал, ресурсы будут вечные. Судя по всему... Как-то придется потом переносить руды. Они ж явно, наверное, не восстанавливаются. Или искать новые. А вот это, конечно, возможно, поинтереснее. Ну ладно, посмотрим. Так, нам нужен, как он сказал, научный пакет. Один чертеж. Давайте сделаем. А! Три научных пакета. Три. Три научных пакета. Ставить три научных пакета и следовательский сервер. Три научных пакета, говорит. Ну, благо пока, ну, ресурсов на все это барахло хватает нам. Я, кстати, очень надеюсь, что вам не слишком все шумит. Я пока тут побегаю, пособираю эти. Надо будет сейчас еще немножко заработать биомассой. Потому что... У меня потихоньку явно будет тратиться. И сейчас если я запущу ту херню, там еще больше будет тратиться. Как я понял, короче, здесь проводов никаких нет. То все передается через эти. Через... Ну, вы поняли. Через фундамент. А, соответственно, если передается через фундамент, я могу просто соединить эти два фундамента. У меня будет один общий фундамент. Соответственно, моя электросеть будет замкнута вся друг на друге. И мне не понадобится огромное количество разных мини-мест. У меня просто все будет соединено в одно. Итак. Понеслась. Таи! Та-та-та-та-та-та-та! Зачем я собрал? Что-то у меня привычка собирать все подряд. Вот эта руда мне не нужна. Вот. Мне вот эти нужно собирать. Пошли загрузим наши три научных пакета. И они как раз-таки начнут сейчас работать. Исследовать аварийный маяк. А как долго будет это исследование работать? Японский городовой. Да тут дерево развития какое-то прям приличное. Я смотрю. Аварийный маяк. С аварийного маяка потом там у нас сборщики пойдут. Вот улучшение навыков персонажа, новые пакеты, взрывчатые вещества. То есть вот. А! Начать исследование. То есть вот надо выбрать и начать исследование. Вот. Хорошо, что я сюда зашел, кстати. Освещение. Ну. Не всякие. Таблички. Ну. Украшалки всякие. Теплогенератор. Уже, кстати, будет какой-то совсем. Ладно. Давайте начнем с аварийного маяка. Начать исследование. Ну да. Быстренько сейчас все пройдет. Тветотик. Ну. Вот это, конечно, прикольно, что... Руда что, получается, не вечная. И мне нужно будет искать новые руды. И подводить к ним. Ну, вблизи пока ничего нету. Эти прям очень близко друг к другу находятся. А каких-то других вблизи вообще не наблюдается. Ну, будем надеяться, что этой руды пока хватит мне на какое-то долгое количество времени. Готово. Теперь у нас есть чертеж аварийного маяка. Угу. Изготовьте и разместите его подальше от своих машин. Спасательные отряды часто приземляются прямо на место установки маяка. О, прикольно. Так. Маяк. Где у нас маяк? Маяк, маяк, маяк. Вот, аварийный маяк. Благо, ну, тоже ресурсов у нас хватает. Хорошо, что я сразу ресурсов всяких понасобирал. Давайте сразу еще погрузчиков наделаем немножко. И немножко конвейеров. Ой, сразу, через шифт у нас сразу все делается. А можно вот это вот... А, через шифт ПКМ делается все. Через шифт... А, нет, через шифт ЛКМ тоже делается. Через шифт ПКМ отменяется. Через альт... Нет, по десятке как-то нельзя. Я думал, что его можно немножко добавить. Там по десятке добавляется. Но оно, видимо, не добавляется по десятке. Ну, ладно. Сделаем 30 этих штук. И давайте разместим... Наш маяк. Раз они, говорят, приземляются куда-то в не пойми куда. Поместить аварийный маяк. Вызвать помощь, нажать на кнопку. Какую кнопку? О, кнопка. Отлично. Теперь отойдите и взгляните наверх. Оба-на. Летят. Прекрасная находка. Это корпоративный командный административный бот C3BB. Он поможет нам установить связь с командным центром. Давайте сначала разберем капсулу и поместим ее в безопасное место. Снесите капсулу. Да запросто. Так, а как снести? Блин, легко сказать. Снесите, блин. Я бы с радостью. А как это сделать? Значит, подробности. А, снесите. Снос. Все, я понял. Хлоп. Забираем. Итак, у нас теперь есть хаб. Поместите хаб. Ну, я так понял, на площадку, да? Я так понял, на площадку. Только давайте для начала... Уберем камень. Вот этот вот, который нам мешает. Расширим нашу еще площадочку. И поставим сюда, где у нас вторые слоты. Б, где этот? Вот, хаб. Шесть. А, он небольшой такой. А я думал, какой-то громадный. У нас лапки. Понятно. Значит, космическая станция командного центра получила критические повреждения? Внезапный подрывной демонтаж? Это очень неприятно. И что теперь? Мы тут застряли? Будем следовать протоколу для чрезвычайных ситуаций. C3BB, проведи полный анализ происшествия. Мы подключим твой расширенный архив чертежей к нашим исследовательским серверам и построим автономный производственный комплекс, который сможет оказывать экстренную помощь. Ну? О. Верно. Нужна машина, которая сможет изготовить обычные предметы. Хорошо, что у вас сохранился чертеж. Пойдемте изучим сборщик. Погладить. Эй, довольный какой-то, посмотрите. Так, ладно. Хорошо. Пускай он бегает у нас по территории. А мы тем временем изучим, как и сказали, сборщик для него. Ну, нужно 5 научных пакетов. И для начала нужно, ну, загрузить. Благо, у нас есть ресурс. 5 штук. Сейчас мы все сделаем. Ну что ж, докрафтились у меня эти чертежи, или как их там называют, паны, комплексы, научные пакеты. Во! Ну, побольше понадобилось времени уже. Даже настолько больше, что у нас началась всю ночь, как видите. И, кстати, я заметил тоже одну интересную штуку. Сейчас мы загрузим. Вот, немножко этого. Я вот такую штуку заметил. Они вроде бы, в последний раз, когда я тут был, они вот эту вот жилу уже выработали были. И она восстановилась. Хотя вот тут вот нету ничего. Непонятно, как-то она вырабатывает. Будем надеяться, что она как-то восстанавливается, возобновляется. Ну, а пока что тогда продолжим то, на чем остановились. Соответственно, загружаем сюда наши 5 частей этих ресурсов. И дождемся, когда это все исследуется. И мы получим новую часть задания. Итак, у нас закончилось исследование с нашего прекрасного сборщика. И теперь, в данный момент, посетите C3BB, чтобы сдать задание. А, то есть у C3BB можно... Это типа наш NPC, квестодатель, так сказать. А ну иди сюда. Вот так вот я тебя могу вызывать. Ты моя личная... Ладно, не будем. Взаимодействие, исследование сборщика получено. Отлично. Сборщик станет основой для массового производства самых необходимых предметов. Ручной труд остался в прошлом. И славно! С3BB удалось установить ограниченное соединение с космической станцией. Он попробует получить полезную информацию, а нам пока нужно заняться расширением производства. Научный пакет 2. Верно. Для более сложных исследований нужно получить больше знаний в области материаловедения. Мы должны разработать более продвинутый научный пакет. Но не стоит недооценивать другие чертежи. Первый анализ показал, что командный центр исчез довольно давно, так что нам вряд ли нужно торопиться. Ну, остальные исследования мы продолжим делать уже в следующей части. Тут как раз будет улучшение нашего персонажа следующее, что у нас, сути все по всему, по списку. Ну, а там дальше уже как пойдет. Хотя тут можно типа в разные стороны идти. Тут можно пойти и сюда, и установить инфраструктуру, улучшать. В общем, ячейки-хранилище, кстати, да, удобная штука. Это типа нас прокачивает. В общем, тут много всего интересного, видимо, есть. И со всеми мы будем разбираться чуть позже. А на данный момент все. Жду вас, ребят, в следующей серии, пока мои дроны тут будут заниматься. Я, возможно, чуть больше наймусь еще расчисткой территории. И продолжим в следующей серии. Всем удачи, ребят, всем пока. Играйте только в хорошие игры.